Более 800 специализированных автомашин закупит Минздрав для решения проблемы дефицита бригад скорой помощи. Также прорабатывается опыт зарубежных стран по вводу коронатакси с привлечением автопарков. Об этих и других мерах по стабилизации ситуации с коронавирусом в своем первом после назначения брифинге рассказал министр здравоохранения Алексей Цой. Тему продолжит моя коллега Наргиз Муратова. 70 тысяч упаковок ингаверина, почти 50 тысяч пачек террафлю, 20 ПЦР-анализаторов, 807 карет скорой помощи и другое закупит Минздрав для борьбы с COVID-19. Правительство разработало детальный план неотложных мер для стабилизации ситуации, заверил министр здравоохранения Алексей Цой. Поступают жалобы от граждан на длительность обслуживания или отказы вызовов скорой помощи. Количество вызовов по стране в среднем увеличилось в 1,8 раз, а в таких крупных городах, как Нур-Султан, Алматы, в 2-2,5 раза. Остро стоит проблема нехватки бригад и машин скорой помощи. В настоящий момент заключены договора на поставку 807 автомашин скорой помощи отечественного производства. По словам министра, решение об ужесточении карантина в Казахстане еще не принято. Все предложения о введении локдауна пока на рассмотрение государственной комиссии. С учетом эпидемиологической ситуации и влияния на бизнес, и складывающей эпидемиологической ситуации в регионах, нами предложено несколько вариантов введения карантина, либо строгих ограничительных мер, которые сейчас разработаны и вносятся, и окончательное решение будет принято государственной комиссией в ближайшее время. Напомним, ранее Минздрав представил три возможных сценария карантинных мер. По прогнозам ведомства, при первом сценарии без тотальной изоляции в стране ежедневно будет регистрироваться 27 тысяч случаев заражения. Для госпитализации больных понадобится 300 тысяч коек. Второй сценарий подразумевает строгую изоляцию на две недели. Это поможет снизить количество поступающих в день больных до 7 тысяч, и коечный фонд будет использован на 80 тысяч мест. Если же локдаун вести сразу на 4 недели, то возможность прервать цепочку распространения повысится. В день будут регистрировать по 2,5 тысячи случаев. Потребность в койках в госпиталях составит 30 тысяч. При этом именно этот вариант Минздраве считают наиболее эффективным. Вместе с тем, министр сообщил, согласно внесенным изменениям в действующий порядок, захоронения усопших от коронавируса разрешены на любых кладбищах со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Нергес Муратва, Маржан Султумбаева, Атамикен Бизнес.